Вечер во Владимире продолжает телефорум. Сегодня для вас проведу его я, Елена Панина. Здравствуйте. Тема нашего сегодняшнего эфира звучит так. Вакцинация. Узнаем сегодня, что такое национальный календарь прививок, какие эпидемии грозят нашему городу и что нужно делать для того, чтобы оставаться здоровым. У нас сегодня в студии наши гости-эксперты. Это заместитель директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области Юлия Владимировна Арсеньевна. Здравствуйте, Юлия. Добрый вечер. И аллерголог-иммунолог Инна Михайловна Морозова. Здравствуйте, Инна. Здравствуйте. Дорогие телезрители, я напоминаю, что мы, как всегда, работаем для вас в прямом эфире. Поэтому, если вы захотите высказать свое мнение или задать вопрос нашим экспертам, звоните. Телефон в студии прежней 44 40 47. Ну и первый вопрос у меня к вам, Юлия. Буквально не так давно в городе Владимире произошла вспышка заболеваемости корью. Вот расскажите, пожалуйста, как все происходило, возможные причины, потому что, насколько я знаю, последние годы у нас не было ни одного заболевшего. Ну, на самом деле, в последнее время у нас произошел рост заболеваемости кори. Данный случай возник в результате завоза этой инфекции из Москвы. И, ну, приехал ребенок, который был в контакте, и он был непривитый в связи с состоянием здоровья. И по контакту, так как он потом уже заболел, и в связи с тем, что корь, она высококонтагиозная, то есть очень заразная инфекция, заразилось ряд дедов, которые тоже по каким-то причинам были непривиты. Значит, ну, что хотелось бы сказать, что, на самом деле, в последнее время мы редко отмечаем вообще заболевание кори. Да, это связано с тем, что у нас внедрен на территорию Российской Федерации национальный календарь прививок, в который входит 12 вакцин, и вот одна из них является это против коревая вакцина. Согласно национальному календарю, и мы всегда, доктора, говорим о том, что нужно соблюдать национальный календарь, и те сроки, когда прописаны в национальном календаре прививок, ну, когда нужно, необходимо делать ту или иную прививку, они максимально адаптированы к детям, ну, и, соответственно, дают максимальный результат. Ну, вот если, в частности, мы будем брать вакцину от кори, то ее по национальному календарю нужно делать в один год, и в шести лет это детям. Также под вакцинацию по национальному календарю подходят взрослые люди до 35 лет, если они не были привиты, если не имеют никаких сведений о прививок, и часто у нас такое бывает, что люди просто не знают, привиты они или не привиты. Также, значит, и входят люди до 55 лет, это так называемые декретированные группы, это группы, которые часто контактируют с людьми, да, это работники сферы здравоохранения, работники сферы образования, торговли, ну, и другие категории граждан. Значит, что такое нацкалендарь? Нет, давайте сейчас, ага, хорошо, хорошо. Это прививка, которая делается бесплатно и дается государству бесплатно, то есть можно прийти и ее сделать в поликлинике по месту жительства. Сейчас нужно ли делать, допустим, взрослым, тем, кто контактирует с, ну, вот в тех сферах работает, прививку от кори у нас в городе, если он точно знает, что в один год и в 6 лет ему эту прививку делали? Ну, если у него есть сведения о том, что ему делали прививку, и он работает в декретированной группе, то, конечно, ему нужно сделать прививку. Ну, продолжим разговор, давайте у нас на линии зритель ответим ему. Алло, здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый вечер, вот вы знаете, по поводу прививок, у меня вот внук, у нас... Да, слушаем вас. Алло, алло, говорите, пожалуйста. Алло, алло. Ну, к сожалению, звонок прервался. Дорогие телезрители, напоминаю, телефон в студии прежний 44 40 47, поэтому звоните, задавайте свои вопросы, телезрительница тоже может попробовать еще раз набрать этот номер. Итак, корь, давайте вначале о самом заболевании, да, вот само заболевание, почему оно так опасно, почему обязательно нужно делать те самые прививки, давайте вы. Ну, корь – это достаточно древняя инфекция, про нее мы знаем достаточно хорошо. Чем отличается корь от других инфекций? То, что она очень контагиозна. Если говорить по-простому, она очень заразна. Считается, что индекс контагиозности до 100%, ну, 90%, до 100%. То есть каждый контактировавший может заразиться и заболеть. Если у него нет прививки? Если у него нет защиты, то есть это не вакцинированные граждане. Чем опасна корь? Особенно для взрослых. Дело в том, что корь относится к разряду так называемых детских инфекций. То есть в детском возрасте эти инфекции протекают несколько иначе, можно сказать, несколько легче, чем у взрослых. Поэтому, конечно, вот сейчас вот с детьми у нас более-менее все понятно, как они должны быть вакцинированы, какие декретированные группы, как мы их должны вакцинировать. То взрослые, особенно из групп риска, вот этих декретированных групп, конечно, должны быть вакцинированы. Чем опасна корь? Ну, во-первых, сама по себе корь – это инфекция. Которая затрагивает, может затрагивать не только катаральный синдром, то есть не только кашель, насморк и сыпь по всему телу, увеличение лимфатических узлов, но может развиваться коревая пневмония, может быть поражение органа зрения, вплоть до слепоты, может быть поражение центральной нервной системы. То есть энцефалиты, подостросклерозирующие энцефалиты, то есть достаточно серьезные вещи, которые, к сожалению, в мире, я не говорю про Российскую Федерацию, это данные Всемирной Организации, до сих пор умирают люди от кори. То есть не надо считать корь очень легкой инфекцией. Действительно, в мире зарегистрированы случаи летальных исходов после заболевания или в ходе заболевания коревой инфекцией. Что касается прививки, если прививка была сделана своевременно, по национальному календарю, ребенок был привит, как уже было сказано, в год и в шесть, то есть так называемый бустер он получил, то защита у него хорошая. Считается, что эти дети не болеют. Действительно, так как мы прививаем живой ослабленной вакциной, то иммунитет у них формируется хороший, защитный. Раньше дети прививались только однократно в год. Но наши исследования, наблюдения за детками показали, что однократной вакцинации недостаточно. Поэтому несколько лет назад была введена повторная вакцинация, так называемая ревакцинация в возраст шесть лет. Что касается лиц, которые не имеют данных. Вот, конечно, каждый уважающий себя гражданин, кроме своего паспорта, должен иметь еще паспорт вакцинации. Это специальная такая книжечка, которая утверждена, образец ее утвержден, Министерством здравоохранения. И в ней фиксируются все прививки, которые были проведены данному конкретному человеку. То есть это как бы дубляж информации, то, что в амбулаторной карте, в поликлинике хранится. Ведь народ у нас ездит, переезжают люди. К сожалению, иногда может теряться какая-то медицинская документация. И когда действительно встает вопрос о том, привиты вы или не привиты, болели вы этой инфекцией или не болели, то официальным подтверждением являются только соответствующие документы. То есть врачи в этом прививочном сертификате, они отмечают, когда была прививка сделана, какая прививка была сделана, была ли реакция на эту прививку. То есть там полностью мы получаем информацию о том, и этот документ, он на руках у человека находится. То есть он может в любое учреждение обратиться, сказать, вот мой прививочный сертификат, что мне делать, мне нужно что-то вакцинировать, ну какую-то дополнительную вакцинацию, или мне достаточно того, что мне уже было проведено. То есть эта маленькая книжечка, она на самом деле несет очень много полезной информации. И специалист уже скажет, что нужно сделать, что нет. Конечно. Еще один звонок зрителям. Алло, здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я прошу прощения, у меня немножечко другой прививки. Вот дифтерия. Это я имею право отказаться от этой прививки? Мне, во-первых, 67 лет. Во-вторых, я болею астмой. Нужно ли это? Дифтерия. Дифтерия, ага, все. Понятен вопрос, да? Прививки являются абсолютно добровольным мероприятием, и любой человек может от них отказаться. Сейчас у нас подход такой. Вы сами должны принимать решение, защищаться вам или нет. Раньше мы активно, ну, мы никогда никого не заставляли, мы объясняли. Сейчас информации более чем достаточно, и люди должны взвешивать сами риски заразиться, риски заболеть и риски поствакцинальных каких-то неблагоприятных событий, которые встречаются крайне редко. Хорошо, но если вернуться к коре, взрослым эту прививку не делают. Сейчас, ну, слава богу, эпидемии не случилось, ну, по коре, да, как я понимаю, вспышку, да, все локализовали. Но, по сути, вот те больные дети, которые заболели, которые были невакцинированы, для кого родители приняли решение не прививать, потому что все были непривиты, правильно? Они представляют опасность. То есть для детей, для детей привитых, они опасность не представляют, но для взрослых они ведь представляют опасность? Поэтому у нас существует правило, что все контактировшие должны получить прививку в первые 72 часа после контакта. Это по эпид показаниям, то есть не национальный календарь. Тут вступают в силу уже другие санитарные нормы, по которым эти люди, которые находились в контакте с больным корью, они должны получить вакцинацию в первые 72 часа после контакта. Но все равно человек, отказываясь от прививки, он вредит не только себе, но еще и окружающим. Конечно, конечно. Вот понимаете, у нас все такое ощущение, что люди живут вне общества. То есть каждый принимает решение за себя. И вот такое безответственное отношение к общему здоровью, не к своему, но к своему личному, это вроде как бы твое личное дело. Но вот как раз за счет того, что нет вот этой иммунологической прослойки, что вот дети проконтактировали, у которых не было прививки, вот мы получаем результат, который мы получаем. Мы буквально еще в 2010 году говорили о том, что Российская Федерация входит в зону иллюминации кори. У нас была программа по иллюминации кори. И мы гордились своими достижениями, что действительно у нас количество привитых, вот эта вот иммунологическая прослойка, прослойка, которая не дает развиваться вирусу кори, очень высокая. И мы должны были практически сертифицировать нашу страну, как страну, свободную от кори. Вот, пожалуйста. И вот, пожалуйста. Еще один звонок зрителя. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот в первой поликлинике делают прививки пожилым людям, одну под лопатку, другую в руку. Сказали, это обязательно. Что за прививки такие? Объясните, пожалуйста. Ну, конечно, нужно, да, во-первых, спросить в поликлинике, что вам делать за прививку. И я думаю, что этот вопрос будет относиться непосредственно доктору или медсестре, которая вам делала эту прививку. Но я так предполагаю, что на сегодняшний день делают прививку, особенно пожилым людям, у которых есть заболевания, связанные с дыхательной системой. Заболевания дыхательной системы – это прививку противопнимококковую. Ну, я так предполагаю. И, возможно, от гриппа. Я могу так предположить, но я точно не могу сказать, потому что при назначении той или иной манипуляции доктор должен пояснить всё и объяснить пациенту, и взять согласие пациента на той или иной манипуляцию. Ну, в любом случае, любая прививка добровольна, поэтому если человек не соглашается, он не делает. Вот, кстати, возвращаясь к коре, все те, кто заболел, кстати, какое их количество, были непривиты? Вот причины чаще всего непривитых детей, взрослых? Ну, у нас 15 человек, зафиксированных и клинические, и лабораторно подтверждённые заболевания коре. Все детки, к сожалению, были непривиты. И мы встретились с такой ситуацией, что при поступлении и при обсуждении вообще ситуации, когда мы собирали эпид-анамнез, доктора разговаривали с мамой, не все мамы знали о том, что дети их непривиты. И многие мамы говорили, да, у меня ребёнок привит от коре, но потом оказывалось, что на самом деле он непривит от коре. Поэтому мы, вот я хотела бы возвратиться к тому вопросу о том, что необходимо иметь прививочный сертификат. И, конечно, когда мама всё упомнить не может, и это, наверное, нормально, разные есть проблемы и разные ситуации случаются, но тем не менее, вот прививочный сертификат – это тот документ, который подтверждает все прививки, которые были у ребёнка в тот или иной момент. Но причины отказов разные бывают. Конечно, есть группа детей, которые по медицинским показаниям им не делают прививки. Для этого существует в каждом учреждении иммунологическая комиссия, которая принимает комиссионные решения. Но насколько вот на сегодняшний день медицина продвинулась, да, и вакцины настолько чистые стали, что практически показания сведены к нулю. Ну да, есть, конечно, заболевания центральной нервной системы, которые являются абсолютным противопоказанием для прививок. Но, как правило, мы говорим о том, что иммунологическая комиссия, рассмотрев ребёнка, если он не болеет острым респираторным заболеванием, то, конечно, прививку нужно делать. Но есть и мамы с таким убеждением внутренним, что прививки – это абсолютное зло для их ребёнка, и они категорически против. Некоторые мамы сбивают национальный календарь и говорят о том, что мы не хотим прививать. И вот мы сейчас тоже встретились с этой ситуацией, когда мамы, услышав из СМИ информацию о том, что идёт роза заболеваемостью кори, они идут массово в поликлиники и хотят, чтобы их детям сделали. Но вот я повторюсь ещё раз и хочу сказать о том, что в национальном календаре прописаны сроки, когда нужно делать вакцинацию. И эти сроки неспроста написаны у нас в календаре. То есть в 3 года, в 4 года, если возраст ребёнка 3-4 года, делать никто не будет. Год и 6. И контактные. И те, кто контактировал. Кто в контакте был, да. Давайте ответим ещё на один звонок зрителя. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас женщина звонила насчёт прививки дифтерии. У меня такая же история. Мне не дали бесплатные лекарства, пока я не сделаю прививку дифтерии. Вот имеют ли они право мне бесплатные лекарства сказать? Ну, конечно, не имеют права отказать в лекарстве. Это, ну, скажем так, наверное, нарушение. Но я попрошу нашу телезрительницу оставить телефон. И после нашего эфира я свяжусь с ней. И мы разберёмся в этой ситуации, в какой поликлинике это произошло и по какой причине отказали в лекарственном обеспечении. Продолжим наш разговор после рекламы. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Так как у меня часто бывает бронхиальная астма. Как на это смотреть? Они сказали, если не делаешь прививки, то тебя на работу не допускают. Спасибо большое за вашу вопрос. Есть у нас санпины, согласно которым ведётся вакцинация. И, как я уже сказала, что есть декретированные группы населения. Особенно это касается сферы здравоохранения и образования. Это те люди, которые контактируют непосредственно с людьми, с детьми. И они, конечно, должны прививаться практически 100%. Но, учитывая медицинские противопоказания, если иммунологическая комиссия пришла к выводу, что данному человеку нельзя делать прививку, то, конечно, такой... Ну, вообще-то принимает решение о приёме на работу или о том, что можно взять на работу или нельзя работодатель. И, конечно, можно всегда проконсультироваться в Роспотребнадзоре, насколько правомерны эти действия работодателя. Вот смотрите, основные причины, если не брать состояние здоровья. Очень часто люди отказываются от прививок по той причине, что они говорят, вот там вакцина какая-то плохая, могут быть много осложнений и так далее. Вот на сегодняшний день, насколько вакцины хорошие, чистые, насколько они доступны и их наличие у нас в городе, в области? Давайте сначала про вакцины, про чистоту эксперимента. Ну, давайте расставим точки над «и». Все вакцины, которые включены в национальный календарь и которые не календарные, как мы их называем, то есть зарегистрированные в Российской Федерации и разрешенные к использованию, они все проверены. То есть они не просто проверены, а 333 раза проверены. Различные методы вообще выхода вакцины в клиническую практику. То есть она проходит доклинические исследования, клинические исследования. Она проверяется на безопасность, на иммуногенность. То есть там критерии... Места эксперименту нет? Когда она выходит в практику, конечно, нет. То есть здесь даже говорить об этом, ну, не то, что смешно, но это непрофессионально. Потому что те вакцины, с которыми мы работаем, это вакцины разрешенные, проверенные и исследованные от и до. Мы четко знаем содержание каждой вакцины. Мы знаем, что, допустим, вакцина от гриппа, импортная она или отечественная, она сделана на курином эмбрионе. И если у человека есть подтвержденная аллергия на куриный белок, мы хорошо подумаем, прививать или не прививать. Мы знаем состав вакцин. В некоторых живых вакцинах содержатся следы антибиотиков. Вот, допустим, та же коревая вакцина, если есть реакция на аминогликозиды, это тоже служит таким вопросом к проведению вакцинации. То есть врачи достаточно хорошо знают состав вакцин. Мы знаем, да, наша АКДС отечественная, она реактогенна. Что значит реактогенна? Она может давать повышение температуры тела, достаточно высоких цифр. И еще кое-какие побочные реакции. Мы все это знаем, мы предупреждаем родителей, когда вакцинируем. Даже вот вернемся к нашей коре. То есть вакцина от кори – это живая вакцина, атонуированная, то есть ослабленная. Мы знаем, на какой день после вакцинации ребенок имеет право, вакцинированный, где-то с 7-8 дня по 18, он имеет право дать небольшие катаральные явления. Даже чуть-чуть сыпи может дать. Но это один-два дня, и это проходит. То есть мы настолько хорошо знаем эти вакцинные препараты, что мы даже говорим о том, какие реакции на эти вакцины будут. Возможно. Да, к сожалению, бывают и осложнения, никто этого не скрывает. Но количество, частота вот этих осложнений, поствакцинальных, она не идет ни в какое сравнение с рисками от заболевания. Просто это порядок цифр. Вот еще один звонок зрителям. Алло, здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Еще раз добрый вечер. Вы, видите, меня там не услышали. Да, говорите, пожалуйста. Я тогда говорила, что когда у меня тоже малыш, мой внук, у него был отвод от прививок, потому что у него там был диатез на щечках. И у нас был очень хороший педиатр. И, значит, у нас вместо второй прививки, когда там была тоже эпидемия кори, а сейчас этот педиатр уехал в Москву, эта женщина очень хорошая, она сказала, сделай для кори прививку. В чем вопрос? Мы переживаем. Ну, видимо, вопрос в том, что переживают, что сделали одну прививку и не сделали вторую, потому что у них был медотвод от прививок, насколько я вот понимаю. Но вот я хотела бы вернуться к вашему вопросу по поводу нацкалендаря, ну и вообще, как поставка происходит. Значит, мы ежегодно согласовываем департамент органов правления с Роспотребнадзором заявку, которую мы вдаем Министерству здравоохранения, и Министерство здравоохранения выделяет централизованную поставку по национальному календарю. Обычно это происходит где-то в марте, в апреле, ну, весенний период. Ну, понятно, что заявка составляется на полный год, но до этого времени, для того, чтобы хватило вакцины. И, конечно, мы распределяем вакцинацию согласно возрастной группе граждан. Значит, ну, что вот касается кори и вот к вопросу нашей телезрительницы, мне хотелось бы сказать о том, что если человек не знает о том, ну, или не помнит, был привит он от кори или не был, то есть еще один способ узнать об этом. Можно сдать кровь в Роспотребнадзор для того, чтобы определить напряженность иммунитета к данной инфекции. Этот анализ, как бы, довольно-таки, ну, скажем, доступный. И если есть какие-то сомнения, делать прививку, не делать прививку, помню, не помню, то можно поступить таким образом. И, как бы, еще одним методом профилактики, кроме вакцинации, вот, противокоревой вакцины, есть у нас иммуноглобулин человеческий, который мы тоже по эпидопоказаниям в связи с нашей эпидемической ситуацией из бюджета областного были выделены 200 тысяч рублей. Мы уже закупили 2,5 тысячи противокоревой вакцины и 700 доз иммуноглобулина тоже для специфической такой профилактики противокоревой. Еще один звонок зрителя. Алло, здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я несколько лет тому назад работала в совхозе Тепличном. И нас прививали буквально через каждые 10 дней. И от мышей, и от крыш, чтобы нас там не покусали. А когда я через 5 лет рассчиталась, мне выдали, ну, как бы, карточку же, да, о том, что прививали нас, да, а там не указано было ни одной прививки. Объясните. Я думаю, что нужно обязательно. Это очень важный вопрос. Действительно, люди, работающие с землей, у них идет вакцинация не по национальному календарю, а календарю по эпидпоказаниям. Дело в том, что контакт с грузунами, контакт с землей вызывает очень серьезные проблемы. И, наверное, я думаю, там идет речь о толеремии. Прививка была. Конечно, эти прививки, я думаю, что зрителю нужно обратиться еще раз, работодателю, и затребовать. Все равно информация об этих прививках, что они были сделаны, она есть. Просто нужно как бы настойчиво ее получить. Это важная информация. Я думаю, что телезрителю надо ее получить. Еще один звонок зрителя. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот ребеночка сейчас вывели из детского сада, потому что нет прививки от кори. На 21 день. В это время больничный лист не выдается. И сегодня я звонила в поликлинику заведующей. Она сказала, что больничный может выдаваться, если только приказ какой-то там издадут по администрации. Хотелось бы узнать, издался этот приказ или нет, и что делать с ребенком. Потому что сейчас у старшего каникулы она с ней сидит, а на следующие две недели у нас девать ребенка некуда. Все понятно. Спасибо, Юлия. Что делать? Ну да, согласно нормативным документам, имеющимся законам федеральным, только при наличии постановления администрации, соответственно, города Владимира о наложении карантина на тот или иной образовательное учреждение выдается больничный лист. И, к сожалению, я понимаю, что на этот садик не наложен карантин постановлением администрации, поэтому больничные листы не выдают в поликлиники. Но что, конечно, нужно было привить, наверное, ребенка прежде всего, и согласно национальному календарю. Поэтому сейчас и не возникло бы таких проблем. Ну а сейчас решать, конечно, это вопрос. Теперь решение вопроса лежит на плечах родственников. Еще один звонок зрителя. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Вот мне сделали прививку. Одну в руку, другую под лопатку. Я, может быть, мне и говорил врач, какую прививку. Я пожилой человек, и надо мне это, не надо. Тем более я перенесла онкологию, такую операцию. И у меня сейчас под лопаткой сначала ничего не было. А сейчас напухло, красное, и чешется, и не знаю, чего это такое. Реакция какая или чего. Спасибо большое за ваш вопрос. Вот вы говорите о паспорте прививки для ребенка, для взрослого. Взрослые люди, в принципе, не все, видите, знают и интересуются, какая прививка была сделана и так далее. Ну вот, дорогие друзья, вот прям хочется обратиться к телезрителям, потому что это ваше здоровье. И как же вы не знаете, что вам делали? Ну, значит, если вы не знаете или не помните, вот для этого и нужен сертификат прививок. Там будет все написано, от чего вам сделали, когда вам сделали. Плюс, когда вам сделали прививку, должны потом смотреть поствакцинальную реакцию. То есть здесь нужно, конечно, уточниться у телезрителя, когда была сделана вакцинация. И, конечно, я бы посоветовала телезрительнице обратиться в лечебное учреждение, чтобы там доктор посмотрел место инъекции. И, может быть, это была, может, это сейчас просто местная реакция, ничего там страшного нет, но просто нужно, чтобы посмотрел специалист. Ну, к специалисту обязательно нужно обратиться. Конечно, конечно. Если место инъекции воспалилось, нужно обратиться. Что делают, что за прививки делают, Юлия? Ну, я не могла сказать ежедневно. То есть каждый человек, когда идет на прием к доктору, доктор ему объясняет и дает полную информацию о том, что будут делать с пациентом. Поэтому трудно сейчас предложить. То есть, может быть, мы не всегда слышим, да, доктора, вот как может такая ситуация возникать? Для этого мы и говорим, что нужен прививочный сертификат, которым будет все четко написано. Будет написано, какую дозу сделали, какая серия вакцины. И даже если не запомнил на приеме, в конце концов, требуйте прививочный сертификат. Дорогие наши телезрители, требуйте прививочный сертификат. Давайте успеем ответить еще на один звонок. Алло, здравствуйте. 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 Вот у меня к вам такой вопрос. Я все время делала прививки против гриппа. Но вот в 2015 году осенью я сделала прививку. И у меня, в общем, вся рука покраснела. Но дело в том, что я как-то ночью нечаянно вроде бы как бы зачесалась. И я ее потрогала, и у меня пошло покраснение, что мне пришлось обратиться в БСП. Ну вот что это такое могло быть? Я бы, конечно, хотела бы прививки делать. Но теперь страшно. Понятно, понятно. Спасибо за ваши вопросы. Значит, здесь, возможно, была местная реакция. Тем более, если человек уже делал прививки, не было никаких реакций. Но, конечно, эту реакцию нужно смотреть. То есть, что на месте инъекции и на месте ли инъекции. То есть, здесь нужно очень внимательно к этому относиться. Если расчесывали, то здесь это может быть связано просто с занесением инфекции от местной. То есть, это не будет связано с прививкой. Но каждый случай поствакцинальной реакции, не говоря уже посложнений, должен смотреть доктор. Чтобы четко понять, это от прививки или не от прививки. Это важно для того, чтобы вот сейчас мы могли грамотно ответить на вопрос, можно вакцинироваться или нельзя. Это очень важно. Раз уж наша телезрительница затронула тему гриппа, не так много времени остается. Роспотребнадзор заявил о том, что у нас уже превышенный ПИД порог на 15, по-моему, процентов. Как обстоит дело у нас в области с гриппом? Прививаться, как я понимаю, уже поздно. Прививаться нужно было в сентябре месяце. Мы об этом рассказывали, говорили. Какой грипп ходит? Известно ли уже, как много заболевших? Роспотребнадзор сейчас говорит о том, что у нас идет рост заболеваемости. Но заболеваемости, общая заболеваемость, то есть обращаемость. Пациенты обращаются с катаральными проявлениями, с повышением температуры тела. Не всегда данные симптомы свидетельствуют о заболеваемости гриппа. Конечно, мы всегда говорим о том, что весна и осень – это те сезоны, когда рост заболеваемости повышен. Люди не всегда правильно одеваются и не могут перестроиться зимы на весну, на более теплую или, наоборот, на более влажную погоду. Прежде всего, хотелось бы обратиться к телезрителям, чтобы они следили за погодными условиями. Одевались, согласно метеорологическим данным, если это ветер, холодно, тогда теплее одеваться и также одевать своих детей. Конечно, сейчас у нас снижение, может быть, иммунитета в связи с авитаминозами, потому что после зимы всегда такие происходят ситуации. Поэтому более витаминизированную пищу принимать, пить соки, натуральные соки, отвары, шиповник, лимон, общую крепляющую терапию проводить. Ну и следить за своим вообще общим состоянием. И если есть какие-то признаки недомогания, принимать либо меры самостоятельно, а если уже невозможно справиться, или вы видите, что ситуация какая-то выходит из-под контроля, обращаться к докторам для того, чтобы уже было назначено лечение. Инна, как иммунитет укреплять? Я думаю, это будет не лишним напомнить. Да, это будет не лишним, потому что, во-первых, как иммунолог, я всегда начинаю с того, что не надо его стимулировать. Если нет показаний к стимуляции иммунитета, оставьте его в покое, он сам справится со своими проблемами. Он вас защитит, в том числе и от гриппозной инфекции. Но все равно я великий сторонник вакцинации, говорю о том, что от гриппа просто общим укрепляющими мерами здоровым образом жизни, к сожалению, не всегда возможно защититься. Поэтому от гриппа это однозначно вакцинация. Если мы не хотим болеть просто вирусными инфекциями, ну, респираторными инфекциями, конечно, элементарные правила, которые нам позволяют не заболеть, это соблюдение, я всегда про это говорю, респираторного этикета, то есть не чихайте на окружающих ни в прямом, ни в переносном смысле, своевременно мойте руки, умывайтесь. Здесь уже говорили про то, что нужно правильное питание. Питание именно в период осенне-весенний, когда идет действительно волна витаминоза, то есть это должны быть свежие овощи, свежие фрукты и белок. У нас очень много сейчас стало веганов, вегетарианцев, строгих вегетарианцев, которые не употребляют в пищу животный белок. Животный белок, особенно для детского организма, это кирпичики, без которого невозможно построить дом. То есть может быть раствор, но без кирпичей вы дом не сделаете. Поэтому я хотела бы призвать, что особенно у детей должен быть достаточный белковый рацион. Белок любой, мясной, рыбный, рыба, мясо, птица, конечно, лучше всего мяса. И витамины. Витамины в живом виде, то есть это фрукты и овощи. Салаты заправлены не майонезом, а растительным, лучше нерафинированным, или оливковым нерафинированным маслом. Это фрукты в достаточном количестве. Хоть, конечно, сейчас они уже не сезонные, они уже подвергались длительному хранению. В них витаминов значительно меньше, чем во фруктах, которые не хранились. Поэтому, конечно, в рационе это все должно быть. Что касается закаливания, то этот вопрос очень хороший, этот вопрос очень важный. Но, как любой метод воздействия на организм, должен быть проведен тоже грамотно. Не надо сразу на себя уж от холодной воды выливать или на ребенка. То есть это должно быть постепенно и планомерно, ежедневно. То есть нельзя закалить организм разовой процедурой. То есть это должно быть постоянно. Не тогда, когда вспомнили, о, ОРЗ идет, о, грипп идет, надо бы позакаливаться, походить по песочку или по мокрой водичке, по мокрой холодной воде. Нет, это должно быть планомерно и ежедневно. Тогда будет хороший эффект. Если говорить о таблетированных формах витаминов и так далее, здесь можно ли назначать самим себе? Вы знаете, к поливитаминным комплексам отношение такое достаточно спокойное у нас. Объясню почему. Потому что практически все поливитаминные препараты, которые находятся в аптеках, но продаются в аптечной сети, они не содержат сверхдоз витаминов. То есть эти комплексы, там их содержание ниже физиологической суточной потребности. Поэтому мы всегда говорим, что витамины нужно принимать по возрасту. То есть если есть витамин от нуля до года, от года до трех, до подросткам, пожилым людям, эти витаминные комплексы составлены с учетом физиологических особенностей организма под каждый конкретный возраст. Единственное, о чем бы хотелось сказать, когда пациенты наши, ну или не больные, а просто люди, заботящиеся о своем здоровье, используют поливитаминные препараты, внимательно читайте инструкцию по применению к препарату. И если у вас есть аллергия, очень осторожно нужно относиться к поливитаминным препаратам. Если есть мочекаменная, желчнокаменные болезни, то есть каменные болезни, как мы говорим, то есть это обменные нарушения. То есть если у вас нет каких-то хронических заболеваний, накладывающих ограничения на использование поливитаминных микроэлементных препаратов, пожалуйста, вы можете их использовать особенно в сезон, вот предэпидемический сезон, то есть весна, осень, как раз время для использования комплексных препаратов. Здоровый образ жизни, своевременная вакцинация и паспорт прививки. Вот основное, о чем нам нужно знать и помнить. Спасибо большое. Напоминаю, наши гости сегодня это аллерголог, иммунолог Инна Михайловна Морозова. Спасибо вам, Инна, большое. И заместитель директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области Юлия Владимировна Арсенина. Юлия, спасибо вам. Будьте здоровы. А я напоминаю, что эти и другие наши программы вы всегда можете посмотреть и прокомментировать на нашем сайте www.variant-rv.ru На сегодня это все. С вами была Елена Панина.